Украинские СМИ международные выходят такими заголовками, там, встреча Путина и Эрдогана, есть ли опасность для Украины, встреча Путина и Эрдогана, станет ли российско-турецкий саммит в Сочи началом нового послевоенного порядка. Для вас, вот как вы оцениваете Эрдогана, кто он, что он? Во-первых, у Эрдогана есть несколько задач, где он соприкасается с Путиным. Эрдоган красиво подловил Россию на энергетических аппетитах. Сначала с южного потока сделали турецкий поток, такой обчекрыженный. Потом, по сути, Турция получила право торговать газом, который попадает на территорию Турции, как своим. Потом Россию поймали просто, ну, как медведя за нос капканом, таким просто, ну, за морду, за нос. Поймали на атомной станции Акуи. Это почти 20-миллиардный инвестиционный проект, который полностью кредитует Россия. В России сейчас есть определенные лишние деньги, которые она не может никуда всучить, чтобы они работали. И Эрдоган этим пользуется, потому что, ну, атомная станция, она все еще никак не запустится, там уже 4 нервоблока строятся, огромнейшие станции. И мне кажется, что Эрдоган видит, что у Путина есть лишние деньги, которыми он может попользоваться. Ну, и есть тупиковая ситуация, где он, ну, Путин может пользоваться сколько угодно на постсоветском пространстве. Мы помним, как Путин сбрыкнул в Казахстане, даже войска ОДКБ ввелись, ну, и тому подобное. Ну, это такая история довольно такая яркая. Все вдруг в России поняли, что Путин это хозяин постсоветского пространства. Но потом через 10 дней россияне, не солоно хлебавшись, хлебавши, урыли из Казахстана. И вдруг стало ясно, что в Казахстане работают не россияне, в Казахстане работают китайцы, американцы и турки. Хочу напомнить о огромном турецком проекте, с которого Россия слезала русский мир. Турецкий проект называется Тюрксой, Турецкий совет, ну, это такая культурологическая организация. Но концептуально это называется Великий Туран, и это объединение тюркских стран. Объединение тюркских стран, оно, ну, через Тюрксой культурологическое, но в свое время казахи были первыми, кто заговорил о создании вооруженных сил Великого Турана. Хочу напомнить, что тюрки в России – это Якутия, Горный Алтай, Дагестан, Башкортостан, Татарстан. И получается так, что, по сути, Турция – это такой спонсор исламской России и исламского постсоветского пространства и тюркского. Не говоря уже о том, что там есть Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан. И Великий Туран – это, кстати, и серпом по, так сказать, тестикулам Китаю, потому что уйгуры – это те же тюрки. И уйгуры в этой ситуации попадают под защиту тюркского мира. И получается, что Путин вот этой концепции Великого Турана на постсоветском пространстве ничего не может предложить. Да, они своровали идею русского мира. Ну, заговорили о таджикской Руси, о Киргизской Руси. Ну, были же такие покручи вербальные. Говорили об этом. Молдавская Русь. Другими словами, Путин боится Эрдогана? Он ему не доверяет и боится. Он не просто боится. Понимаете, в чём странность? Вот смотрите, странность в том, что Евросоюз не сбивал российский самолёт, это Эрдоган сбил российский самолёт. Понимаете? Несмотря на это, как бы с Эрдоганом мы ведём диалог, а там все враги. Да, помидорами не обойдёшься. Оказалось, что даже должен остался Путин. Но почему Путин боится? Потому что если Эрдоган интенсифицирует вот этот великий туран на постсоветском пространстве, то Россию выдавлят, просто выдавят. Её уже нет ни в Казахстане, больше всего России было. В Туркменистане вообще её нет. В Киргизии чуть-чуть, в Узбекистане чуть-чуть её было. Но начнётся выдавление россиян из тюркских районов самой Российской Федерации. Много россиян в Ичкерии? Нету. В Дагестане много? Ну, есть, но очень-очень мало. Кстати, на Алтае выдавление россиян довольно сильное. И в Якутии тоже. В Якутии тоже. Якутия, кстати, снимает в год, по-моему, до 50 полнометражных художественных фильмов, чтобы представлять потенциал Якутии. И то, как относятся к России в целом в Якутии, ну, просто Россия демонстрирует, что Якутия сама по себе, а Россия сама по себе. Поэтому это одна угроза. Другая угроза – это Сирия. Потому что пока вот Эрдоган грозется публично с Израилем, потому что, ну, Эрдогану очень важно быть главным защитником ислама, ну, вот, в этом, на Ближнем Востоке. И в этой конкуренции с арабами он, конечно, играет свою роль. Но ведь стоит снова Эрдогану вернуться к союзничеству с Израилем, и от Сирии ничего не останется. Путин же это понимает. Дело в том, что для величия России у Путина остался единственный морской порт Тартус в Сирии. Больше базы, другой зарубежной базы нету в России морской. И эта база нужна не столько, и Сирия нужна не столько для того, чтобы там, ну, с Ассадом Ассада поддержать. На самом деле эта база нужна для того, чтобы содержать вот эти бандитские группировки в Центрально-Африканской республике. Я так понимаю, что путинская банда попрятала там очень серьезные активы. И она, по сути, ну, прихватила себе страну, Центрально-Африканскую республику, и там поставила своего президента, типа, ну, и рулят там. Но просто эти российские банды еще и на других территориях африканских влазят в некоторые индустрии, там, захватывают шахты, алмазные рудники и тому подобное. Поэтому вот в этой истории просто у Путина проваливается перевалка морская, база. Это же транзитная площадка по дороге в Африку для России. Эрдоган может выкурить спокойно, подружившись на ново с Израилем. Просто он вышвырнет Россию из Сирии. И Асаду лапти сплетут, Израиль из Сирии, очень легко. И Иран там не удержит. Поэтому и возникла вот эта идея, которую качали российские пропагандисты, что вот, да, вот Путин сейчас продаст Армению туркам, потому что, ну, тут Турция важнее для России, чем Армения. Ну, где-то вот такой концепт, такой гниленький в стиле того, что где-то есть, ну, крепаки, такие, ну, барские люди, которым можно торговать, как скотом, или целыми странами можно приторговывать. Поэтому эта дикость мировоззренческая российская, она, конечно, вылазит в время от времени. Но ведь цивилизационный Эрдоган просто, ну, в очень сильной позиции, потому что он по-любому, он, ну, природный союзник Израиля. Это две проамериканские страны, которые очень серьезно зависят от американского оружия, американских денег, американских технологий, но они ведь цивилизованному миру формируют плацдарм для цивилизирования вот этого Ближнего Востока, для формирования там и демократических отношений. Ведь кто бы что ни говорил о том, что Эрдоган диктатор, и ему очень легко находить как диктатор с диктатором с Путиным общий язык, но ведь разделение властей и количество политических свобод и конкурентная экономика и политика в Турции на голову выше, чем Россия. Россия в этом просто средневековая страна в этом плане. Есть ли для Украины все-таки какая-то опасность от этой встречи, от результата этой встречи, так как это вот спрашивают, задают вопрос мировые издания сейчас? Ну, дело в том, что мировые издания забывают вспомнить о том, что Украина, по сути, часть западного мира. Уже. И борьба Украины нынешняя с российским агрессором, это же не борьба Украины, это борьба за международные правила общежития, за международную безопасность. И в этом плане роль Украины в этой ситуации просто исключительно, потому что Украина взяла на себя непосредственные боевые действия. Но логистика, интеллектуальное, технологическое обеспечение, финансы, это уже, это же не война Украины. Если бы мы на своих финансах, которые формировал Зеленский с Ермаком, воевали, мы бы не простояли трех дней. Ну, точнее, на государственных трех дней люди бы сбросились, три месяца мы бы продолжили борьбу. Но вот так наращивать технологический потенциал, уровень боеспособности войск, которые сейчас без западных денег, технологий, без солидарности мы бы не могли. И то, что может Эрдоган сделать плохо Украине, он же не Украине сделает плохо. Он себе сделает плохо, потому что и он часть западного мира. Он член НАТО. С Евросоюзом он себе уже поставил галочку и успокоился. Нет специального интереса в Турции становиться членом Евросоюза. Но в Турции появилась огромнейшая возможность или стать членом нового Центрально-Европейского Союза с Британией, Украиной, Балтией, Польшей. Или создать вот этот великий Туран, такой конфедерацию тюркских народов мировых. Это где-то до 300 миллионов человек. Это 250, по-моему. И это очень интересно. Это целостный рынок и культурный, и информационный, и технологический, поскольку в таком тюркском мире Турция просто получает огромнейший и рынок с бета, и доступ к ресурсам. И просто колоссальную новую роль свою уже не как империи османской, а как современное государство, которое умеет распространять свою мягкую силу, генерировать идеи, которые притягивают к себе союзников. Ну и вот тюркский мир получает вот такую действительно неоспоримого лидера. Россия это, кстати, лет 300 пыталась со славянским миром делать. И чем это закончилось? Большинство славянских стран члены НАТО. Украина еще формально не член НАТО, но силы спецопераций как минимум уже интегрированы в НАТО. Поэтому я думаю, что украинские вооруженные силы это уже часть НАТО. Просто мы обойдемся без политического союза. Наше членство НАТО это военный союз без политического союза по состоянию на сегодня. Поэтому вот эти игры у нас получаются намного интереснее. Хотя мне кажется, что вот такая идея славянского единства, мы помним панславизм и Шафарика и Ганку, и вот эти все идеи романтические о том, что славянин славянина понимает без перевода. Действительно, украинец, поляка, словака, белоруса, чеха понимает без перевода. Но россияне, украинцы без перевода не понимают. Вот в чем вещь. Как можно тянуть на себя одеяло славянского лидерства, когда твой народ без перевода другого славянина не понимает? Вот за этот парадокс, за эту наглость российскую сейчас и расплачивается вся Россия.